Вопрос, связанный с легализацией деятельности по добыче криптовалют, он возник не в 2020 году и не в 2021 году, а задолго до этого. Воз и подключение к энергосистеме оборудования для добычи криптовалют происходил с 2016 года. В 2017 году в связи с увеличением курса криптовалюты темпы воза оборудования в республику начали расти. В 2018 году объем ввезенного и работающего оборудования достиг уровня, при которой увеличение объемов потребления электроэнергии, отсутствие регулирования процесса угрожало энергетической безопасности республики. В тот период, как вы знаете, в декабре 2018 года было принято решение о временных мерах по ограничению потребления электроэнергии. Фактически, правительство республики своим решением запретило действие по осуществлению майнинга криптовалют с формулировкой «доустранение условий ограниченности ресурсов энергетической системы». При этом не были даны поручения об определении предела этой ограниченности. Предписания для Черноморэнерго по применению мер по ограничению поставок электроэнергии в адрес этой категории потребителей не были четко определены. Не был введен запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют. На практике сложилась ситуация, при которой на фоне действующего запрета был спровоцирован стремительный бесконтрольный рост данной категории потребителей. По информации Государственного таможенного комитета, за период с 2017 года в республику было ввезено оборудование для майнинга криптовалют на общую сумму свыше 80 миллионов рублей. В том числе с января 2019 года, то есть спустя месяц после ввода запрета, уже сумма достигала 66 миллионов рублей. То есть, говоря простыми словами, в период запрета деятельности по майнингу криптовалют в республику активным образом ввозилось оборудование. Бездействие в вопросах ввоза оборудования, присоединение к линиям электропередач и безучетного потребления электроэнергии на фоне увеличения курса криптовалюты и появления общедоступных сервисов для приобретения необходимого оборудования и вывода полученных средств криптокошельков привели к росту объемов энергопотребления и стали появляться крупные отели и майнинговые фермы. На фоне формирующегося с 2016 года дефицита электроэнергию в республику поставлялась электроэнергия из Российской Федерации и вводились ограничения. Я единственное, что хочу сказать, что я умышленно даю небольшую историческую справочку для того, чтобы было общее понимание того, как ситуация развивалась. Для сравнения, в связи с ростом потребления электроэнергии в период с 17 февраля по 31 марта 2016 года осуществлялась поставка электроэнергии из Российской Федерации в объеме 108,3 миллиона киловатт-часов. И, соответственно, данные обязательства финансовые по договору поставки были обеспечены за счет средств инвест-программы в сумме 221 миллион рублей. Хочу обратить внимание, что в этот период в республике на системной основе в период осенне-зимнего максимума вводились ограничения. То есть ограничения по подаче электроэнергии – это не нововведение периода 2020-2023 годов, а это системная проблема, которая у нас образовалась с 2016 года. Далее вводились ограничения практически ежегодно. Не буду вас сейчас утомлять статистикой датами ввода, она в принципе есть. Если нужно будет администрация президента, вам объемную информацию для того, чтобы вы могли понимать, как это происходило, значит, она есть. И могу сказать, что на период до, включая первый квартал 2020 года, объем электроэнергии, который поставлялся в республику, суммарно составлял порядка 1,5 миллиардов рублей и был оплачен абхазской стороной за счет средств инвест-программы. Теперь к вопросу о том, что энергетический кризис возник в период 2020-2022 год, также не является, на мой взгляд, не должен ставиться именно таким образом. Потому что хочу сказать, что в 22 января 2018 года Черномор-Энерго обращалась в Министерство экономики, где, значит, по силам вводить существенные ограничения на подачу электроэнергии. И в результате в январе 2018 года Кабинет Министров принял постановление о чрезвычайной ситуации, сложившейся в энергетической системе Республики Абхазия. Продолжение следует...